Продолжение следует... Продолжение следует... В данных антологиях, типовых, автоматом подразумевается начало мира. То есть мы всегда выделяем некую точку, из которой начинается либо это значит будет большой взрыв, либо это значит семь дней творения. И что у нас получается? Что в самом начале антологии, в самом-самом начале антологии мы сразу же вводим понятие время. То есть во всех антологиях, когда мы подразумеваем начало мышления, то есть по сути это начало мышления. Я мыслю, что начало моего мышления, начало мира является Бог. Я мыслю, что вокруг меня только материя. Но это мышление из антологического сразу преобразуется в антологическое и в антологическое начало. Нет? В этом плане постулируется некоторая стрела, времени, Т, где-то находится мыслящий субъект, и время Т равно нулю. Более того, что постулируется не только время, но еще как бы неявно подразумевается, что этот субъект якобы еще присутствует там. Не то, что присутствует там, но он выступает, познающий субъект, философ, как наблюдатель в этой точке Т равно нулю. То есть как бы подразумевается, что это можно было наблюдать. И это во всех антологиях типовых, максимально типовыми, из которых является гневматериалистическая или абсолютистская какая-нибудь антология. Понятно, что в релятивистской антологии этот вариант нас не прокатит. То есть мы должны зафиксировать некий уровень субъекта познающего, взять его вот таким, как он есть, так, как он есть. Вот я сейчас вот здесь, в этой комнате сижу и разговариваю о своем видении мира. Я не имею права говорить о начале, ни о конце мира, и вообще не имею права говорить ни о каком времени. Ну, хотя понимаю, что я обо времени говорю. Что я максимально могу сказать? Я могу сказать то, что я говорю, что я различаю Бога, или я различаю материю. То есть этот субъект никак не ограничен в гневматической антологии по своим каким-то измам. Я могу сказать, что есть еще один субъект, и еще один субъект. То есть, ну, скажем, предположить, ну вот, есть, да, я это предполагаю. И каждый из этих субъектов тоже может предполагать наличие Бога, наличие материи, предполагать наличие меня, я предполагаю наличие этого субъекта. То есть перед нами наиболее, скажем, обобщенно, если отличься от всех сущностей, предстает картина чистого развлечения. То есть мы просто что-то различаем. Каждый из нас различаем себя, различаем субъект, различаем Бога, различаем материю. И если отличься от того, что мы различаем, а оставить только само развлечение, развлечение и развлечение, то мир перед нами, антологически, изначально в мышлении, без всякого содержания, может быть представлен как множество развлечений. Каждый из которых тождесят на другом развлечению, но все они составляют некое множество. Отвлекясь от всякого содержания мира, который нам дан, дан субъекту, который мыслит мир, мы можем его представить как множество развлечений. В данном случае эти развлечения не находятся ни в пространстве, ни во времени, не говорят нам ничего. Это некое множество, с одной стороны развлеченное как множество, и неразлеченное, разбитое на множество тождественных каких-то элементов. Можно сказать, что перед нами универсум развлечений. Но для того, чтобы не произносить это слово, которое довольно корявое, то есть можно предположить на будущее, что вот эти вот развлечения, да, они по сути так и являются. Это и все события. То есть в каждом развлечении есть некое событие. Конечно, введение понятия события, введение понятия события намекает на пространство-время, что это что-то в пространстве, в какой-то момент времени. Но с другой стороны, если мы берем множество субъектов, по-разному отображающих мир, и события у каждого есть, и у каждого в своем пространстве, и у каждого в своем времени, поэтому можно на этом этапе экстрагироваться от времени и пространства, просто быть абстрактное событие, развлеченное от других событий. И вот эту всю цепочку мы назовем универсум событий. То есть мир у нас представляется как универсум событий, вне времени, вне пространства, и каждое событие мы можем как-то взять, выделить. То есть... А как тогда эти события упорядочены? Никак. Никак. Точно так же, как мы вот размещаем... У нас разве упорядочены они? Вот просто... У нас настоящее есть, прошлое событие. Нет, в данном случае, я говорю, вот я беру мгновенный срез, скажем, или останавливаю, или даже не рассматриваю настоящее прошлое, не различаю прошлое от настоящего. Все это событие. То есть я говорю, мы абстрагируемся от любых развлечений сущностных, и по времени, и по пространству. А имеем лишь, скажем так, если мы возьмем всю историю мира, допустим, вот в реалистической антологии, да, и просто вот просуммируем все события, которые есть, сведенные до элементарных событий, да. И вот это все множество, оно и есть. Поэтому будет оно в прошлом, в будущем, в настоящем, справа, сверху, без разницы. Универсум событий. То есть мы не вводим пространство-время, мы не говорим ни о начале этого универсума, ни о конце этого универсума, даже пока не говорим о нашем положении в этом универсуме. Просто вот некий универсум. Ну, в принципе, это введение аналогично, как введение материи, да. Мы не спрашиваем, а где материя, и когда она вчера. Введение Бога тоже вот нечто такое, что вот мы не можем сказать, введение Брахмана, да, как нечто неразвлеченного. Но здесь единственное отличие, что мы, мир, введение вот и Бога, и Брахмана, и материи, всегда нас относит к некому началу, здесь начала нет никакого. И подразумевает все-таки некое множество, некая развлеченность. Потому что Брахмана не развлечен, материя в себе не развлечена, и Бог в себе не развлечен. И встает вопрос всегда о начале мира, о первом развлечении, о первом творении. Почему материи понадобилась форма, да, вот она была, допустим, в какое-то время, в момент без формы, потом она оформилась в частицы и все прочее. Почему Бог задумал творить мир, и стал творить людей, животных, планеты? Почему Брахману понадобился Атман? Тоже вопрос такой. Здесь тоже такой вопрос стоит, как мы из этого универсия вдруг получили нечто развлеченное. Ну, достаточно как бы сказать, что вот если мы возьмем любой из этих событий, то мы автоматом выделим все остальные как развлеченные от этого события. То есть у нас уже есть развлечение, и можем говорить, что вот этому событию развлечению дано все остальное множество оставшееся. Либо наоборот, то есть это как объект, да, либо наоборот, можно сказать, что вот теперь возьмем это субъектом, вот все оставшиеся множества, кроме одного, это будет у нас субъект, но абсолютный субъект, содержащий все множество, кроме одного, и развлечающий у себя действительность лишь одно событие. Ну, рассуждение на уровне также, вот Бог взял и создал там, или была материя, превратилась в форму большой взрыв, либо был Брахман и стал Атман. Вот откуда здесь было с этого развлечения, непонятно, но факт тот, что современный мир, скажем, не современный, мир данный нам, он представляет из себя, скажем, вот некую нарезку вот этих элементарных событий. То есть некая неоднородность, или некую нарезку этих элементарных событий. Можно здесь замечать? Да. Просто дело в том, что вот когда мы говорим не об одном, а об обновлении, то мы всегда подразумеваем, что есть некое основание, да, в данном случае ваши точки различены, почему? Потому что они нарисованы на пространстве доски. И пространство доски является неким общим основанием для всего этого развлечения. Когда мы говорим... А как в самом деле? Как мы говорим о числовом множестве? Где они различены? Они различены только в себе, в самом. Если в числовом множестве элементы одинаковые, то это просто один элемент. Нет. Я беру сто единиц. Ну, так уж не знаю. Они нет, единицы одинаковые. Ну, по определению. По определению тогда это элемент, состоящий из одной единицы. Множество из одной единицы. Ну, определение. Множество. Но состоящие из одного элемента единицы. Еди. Несмотря на то, что их стоят. Вот смотрите. Нет, все равно. Вот частицы элементарные, они не различимы, да? Они как бы одинаковые, но они различаются благодаря... По пространству. Да, пространство есть место, где они различены. А как вот здесь эти различные, неразличенные события? Ну, скажем так, если я об этом говорю, могу говорить, что вот некое различенное множество, как говорю о Боге, как говорю о материи, и не спрашиваем, где Бог находится. Где он? Выше, ниже? Мы не спрашиваем, где Брахман находится. То есть это некое антологическое начало, правносильное всем остальным началам. То есть предполагается, что есть некое множество, некий универсум событий, которые от себя не различены ни в пространстве, ни во времени. Мы не вводим про это, где они различены. Просто различены. Я понимаю, я к тому адресуюсь, что всегда начинает именно с бытия чего-то неразличенного, а потом внутри бытия возникает различие. А вы начинаете с различия. Ну, с многообразием. Ну, с многообразием. В данном случае, почему это произошло? Потому что было, ты скажешь, я различил это у себя в мышлении. То есть мы все равно говорим, в данном случае, вот в отличие, скажем, антологии традиционной, мы подозреваем, что Бог есть в нем моего мышления. Материя есть в нем мышления. Брахман есть в моего мышления. Здесь я рассуждаю только о том, что мыслящий субъект, начиная мышление, абстрагируясь от всех различий, которые только можно сущностных, в пространство от времени, у него в мышлении, вот то, что он может только... Минимальное, что останется в мышлении, это вот различения событий, которые, в принципе, не различены по времени, но различены между собой. То есть, когда Декарт говорил, я мысную, значит, существую, вот если я что-то различаю, просто вот, просто я различаю в единице. Даже везде, просто между собой. Тебя нарисовал, я их, наверное, вот так нарисовать, так нарисовал. Но это их пространство, что-то различили. Но это не пространство. Дело в том, что они друг... В данном случае я не констатирую, что они друг друга различают еще. Это я их различаю. А различаю я их как-то абстрактным, ну, скажем так, во всеобщем пространстве, которое не является нашим пространством. То есть о пространстве мы будем говорить потом, когда будем говорить, что один субъект, включая и другие. Мы вынуждены будем говорить о пространстве. Некое абсолютное пространство, в котором нет ни прошлого, ни будущего, ни справа, ни слева. Как в счетном множестве в каком-то. Там же нет справа, слева. То есть мы определяем, что чем-то они отличаются. Хотя равны друг другу. Но они отличаются именно тем, что они как бы разные и все. То есть не совмещены. Это не одно событие, много событий. А где они? То есть пока не обсуждается. Но это беда начала любой антологии. Да, это беда любой антологии. То есть здесь в данном случае говорится, что плюс именно то, что мы не относим это ни к какому моменту времени, честно признаем, что это способ мышления мира, а не некая натуральность какая-то, некая внесубъектная данность материи или бога, да, и начинаем вот на этом строить. То есть просто начинаем строить. Посмотрим, что из этого получится. Так, да, логику первого развлечения мы перешагнули каким-то образом, чтобы вы развлечили эти события. Теперь попробуем работать. То есть мы развлечили, что есть некий универсум событий, есть некий универсум событий, и что каким-то образом сам в себе, случайно, скажем, распавшись, выделив какую-то точку из себя, и потом начав генерировать неоднородность, он появляется некая неоднородность. То есть эти события каким-то образом кучкуются. Как, почему, ну а вопрос такой-то, почему кучкуется материя, почему появляется форма, и почему бог вот стал вот так создавать. Ну, это вот однотипные предположения. В данном случае мы предполагаем, что есть универсум событий, и в нем есть неоднородности, которые мы, ну, условно пока назовем объектами. Вот некие неоднородности, да. И будем их обозначать отрезками, скажем, по количеству событий. Скажем, вот это одна неоднородность, вот, значит, вторая, третья, четвертая. То есть они все по-разному выделены из универсума событий. Вот еще одна неоднородность. То есть можно их бесконечное число выделить вот этих неоднородностей в этом универсуме. И дальше... А то, что они разные, постарственные длины, это просто аналогия случайно? Это отрезками показано то, что в каждую неоднородность входит разное количество событий. Да, вот так. То есть можно было кружочками нарисовать, но в данном случае отрезками. То есть это говорит о том, что они не все не одинаковые. То есть в этом, скажем, тысяча событий, миллион событий, десять, три-пять событий. А выделяем мы или это сами не выделяем? В данном случае, как бы, предполагается, что в универсуме есть какие-то неоднородности. И вот это как некорректно я еще не рисовал. Потому что корректнее было сказать сначала, что мы должны были выделить одну из них и назвать субъектом. И уже относительно нее, относительно нее, этой неоднородности. То есть все-таки я мыслящий субъект, я рисую себя вот так и говорю, что ото все остальные события универсума я конфигулирую каким-то образом в эти неоднородности. И говорю при этом, что некоторые из них, ну, заведомо некоторые из них, поскольку я не абсолютный субъект, я понимаю, что я не абсолютный субъект, да, что некоторые из них будут меньшей сложности, меньше событий и насыщенности, некоторые будут обязательно меньше событий и насыщенности, а другие какие-то обязательно будут больше событий и насыщенности, более сложные. И я спрашиваю себя, ну как-то я их должен различать. Так что следующее допущение, которое тоже не очевидно, ну допустим, я говорю, что те, которые меньше сложности, я буду называть феноменами, а те, которые больше сложности, я буду называть новыми. И буду предполагать так, что если сложность моя больше сложность феноменов, то я их однозначно и различаю. И более того, что могу различить несколько сразу. То есть то, что проще меня, я могу различить сразу, как-то видеть, одновременно увидеть. И способ их различения, способ их различения, вот-вот все, я называю пространством. То, где они мне даны феномены, я называю пространством. Пространство – это способ, форма, прозвлечение объектов, которые меньше моей сложности. А те, которые больше моей сложности, я называю временем. И я понимаю, что вот эти те, которые больше моей сложности, я не могу сразу охватить, я должен между как-то вот иметь какой-то промежуток чего-то. Логика другая же, да? Вы просто счастье объекта вам даны, пространство. Они мне тоже даны. А не так, что вам счастье. Но не сразу. То есть, скажем, я знаю, что есть объекты больше сложности, чем я, да? И в принципе, я их могу у себя, вот в моей действительности, выделить. Я знаю, что, скажем, объект экономика больше по сложности, чем я, да? Я знаю, что идеи, философские понятия, они мне тоже даны. Но у меня выбор, значит, либо сказать, что они меньше событий и сложности, тогда я их должен как-то вот, они мне наравне со столом должны быть, либо они где-то вот, то есть, они мне даны, но не сразу как-то. И не всегда, и не целиком. Я их должен мыслить. И вот это не каждому еще. И не каждому, да. Вот. И когда я их мыслю, я понимаю, что вот, ну, я субъект все-таки, здесь нет математической строгости, которая требует любой антологии. А почему семь дней Бог творил, а почему не столько, а почему вот потеря вот так? То есть, ну, это такая вот схема, которую мы пытаемся строить белыми нитками, как-то сшивать, а потом применять. И по применению, то есть, скажем, точно так же, как мы получаем материалистическую антологию, а потом ее применяем и смотрим, где она работает или работает. Или берем абсолютистскую антологию Бога, да, и применяем, где она работает или не работает. Но само его построение, ну, скажем, абсолютическая антология Бога, она просто надена как бы без построения. Вот описано вот, вот так и есть. Материалистически еще как-то пытается строить. Ну тоже, как есть, верить, что есть материя, и все. Здесь есть какие-то ходы такие логические, но тоже верим, так и есть. Что объекты, которые более сложные, чем субъекты, более событийно насыщенные, более событийно насыщенные, мы называем новыми новыми, и различаем их посредством того, что мы называем время. Мы мысль во времени их. А объекты, которые событийно менее насыщенные, мы называем феномены, вещи, и размещаем их в пространстве. И вот способ их размещения называем мы пространством. Те, которые во времени мыслятся, надо понимать, а те, которые чувствуют даны. А это чувствуют даны, да. Они идут в пространстве. Не нельзя же, например, сказать, что какое-нибудь фирософское понятие сложнее и то. Можно сказать. По-моему, нет. Можно. Мы дальше к этому подойдем. И я объясню, почему. Дело в том, что здесь же... Там ты помежен еще прям какой-то... Нет, нет, нет. Гораздо все проще. Дело в том, что философское понятие, когда мы его называем, мы называем обычно... Вот только лейбл, слово. Но для того, чтобы... Для человека, который не знает, что такое бытие, да, просто сказать это, это ничего. То есть нам нужно большое философское образование, различение огромного количества объектов. То есть на длительное время различить... Очень много что различать, чтобы различить одно философское понятие от другого. Они очень сложны. Но потом у нас существует в виде комплекса целого, единого. Ну, точно так, можно сказать, что понятие мебель проще, чем стол. Но с другой стороны, это потом, когда мы уже знаем понятие мебель. Но для того, чтобы... Но в понятие мебель входит сложность и стола, и стульев, и табуреток, и всех. То есть это понятие объединяет сложность в всё, что оно обозначает. Хотя мы оперируем только лейблами, категориями, терминами оперируем. Но за ними стоит очень большое... Ну, скажем так, опять же, мы о том вернёмся. Есть понятие жизнь, да, есть живой организм, да. Но есть же и недействительные понятия, всякие ошибочные, мёртворождённые понятия. Они же самому всё равно же не понимаются, как наумины в вашей концепции. Но с другой стороны, мы понимаем, что конкурсовождённые понятия сложность ниже, чем вы виталами. Здесь вопрос. Если человек вводил это понятие, значит, если он ввёл его уже как понятие, значит, у него пусть и, скажем так, он обработал количество событий, пускай то, которое никто и не мог обработать. И все посчитают, что это ерунда. То есть в данном случае оно всё равно понятие. Ну, скажем, я могу ввести некое слово для обозначения и мебели, и окон и дверей, да, и оно не приживётся. Скажут, это ложное понятие. Я буду обозначать это фисюлькой, да. Но это всё равно понятие. И скажут, что это я тебе руку какую-то обвёл. Просто ведь таким образом можно устроить себе конструктора, который будет кучу этих понятий водить, 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 водить. У нас будет в этот наш номинальный мир, будет регистрация перефолка. Нет, нет. Здесь вопрос идёт уже о реальности номинального мира. То есть если и один субъект выделил, и второй субъект выделил, и третий субъект выделил, и это становится. А если только один, то оно, в принципе, он скажет так, он сам нагенерил события, что делает, скажем, псевдофилософские теории. Человек генерит кучу событий, и на этих событиях выстраивает номины. Если это его личные события, которые он нагенерил за 10 лет, там кучу текстов написав, да, и это для никого не стало событием, то этого номина и нет, по сути. Для него есть, может быть. Ну хорошо, поехали дальше. Значит, здесь ещё один существенный вопрос, интересный. А как же субъект, мы рассматривали это раньше, воспринимает сам себя вот в этом конструкте? В этом конструкте. То есть, по идее, он не может поместить себя в пространство, потому что он туда не поместится, либо может сказать, что вся его действительность и всё пространство, которое мы наблюдаем, это и есть субъект. То есть, действительно, вот всё, что мы видим, принимаем за своё. То есть, мы отрежисляем себя со своей действительностью, со своим феноменальным пространством. С другой стороны, если подумать так во времени, мы во времени себя воспринимаем мгновенно. То есть есть другой номер, который сложнее. Мы его мыслить должны, то себя мы мыслим мгновенно. То есть мы говорим, что вот Т сейчас, и Т сейчас это некий промежуток в универсуме, который занимает субъект, и в принципе это даже некий промежуток времени на оси, но который субъект воспринимает как точку. Сегодня мы недавно обсуждали вопрос построения картинки в субъектной действительности. Она необходимо занимает время. Но это время, точно так же, как мы не различаем промелькивание кадров в кино, мы не замечаем мерцание лампочки в 50 Гц, то есть мы не замечаем вот этот отрезок, мы в него вписаны, и в нем происходит, наверное, на феноменальном уровне, скажем, на нейронном уровне, а не нейронный для нас феномен, на феноменальном уровне происходят какие-то процессы, но они все входят в наше сейчас, мы это не различаем и воспринимаем картинку как целиком данную. Мы закрыли глаза, открыли глаза, у нас не происходит перерисование, и действительность, она сразу дана, целиком. Это приборы? Приборы по-другому? Приборы регистрируют, что да, человеку есть какое-то промежутное время, которое он между сигналом и восприятием сигнала. С помощью приборов мы можем этот минимальный диапазон сценивать? Дело в том, что тут сложно, можно, но это не минимально, это максимально, это равное данному субъекту. Конечно, в этот промежуток времени входит огромное количество событий, безумное количество событий, ну как в процессе. Но это буквально в смысле не темпоральность, да? Вот, слово темпоральность еще не произносим. А сейчас я произнесу, потому что когда мы ввели уже время и обозначили на оси времени некое расстояние, вот это, эту сложность я бы предложил назвать темпоральностью. То есть до сих пор мы говорили о событийной сложности, событийной осыщенности. Чтобы не привязывать изначально к универсу никакую темпоральность, мы говорим просто о событийной сложности. А вот если мы выделяем в универсу некий объем событий, то его сложность, его объем мы называем темпоральностью. Потому что если мы этот объем примем за субъекта, то в своем времени он будет занимать момент своего, распределенный по времени свое сейчас. Это вот темпоральность его. А темпоральность, и у каждого объекта в его действительности есть темпоральность, но мы ее не различаем, то есть не различаем темпоральность феноменов низкого уровня с этого стола, но у него тоже есть своя темпоральность. То есть если мы возьмем субъекта, элементарную частицу, то стол для нее будет ноумен. Стол для элементарной частицы, для электрона это ноумен в его действительности. Понятно, да? Потому что темпоральность стола как химического, по сути, объекта гораздо, то есть это событийная сложность. Ну и как мы говорили, что для клетки, соседние клетки это феномены, молекулы, которые справа слева в нее входят феномены, а пищеварение для нее ноумен. Скажем, вот это будет клетка желудка, а это вот желудок. Для нас не клетка, а желудок это феномены, а вот для субъекта мы возьмем клетку, для нее и мы, и пищеварение будет ноуменом. А вот у животных, мы же их видим пространственно, а вроде не скажут, что у них темпоральность меньше нашей. Ну меньше, конечно. Потому что наша темпоральность заключается... Это мы вернемся к этому. Через несколько ходов мы вернемся к животным и к человеку, и к различению их. Так, теперь подводим итог вот этой... А, а не да, вот этой картинке. Что мы получили? Мы получили следующий шаг в развитии ремитилизма. То есть если в ремитилизме Эйнштейновском утверждалось, что мы не можем говорить об одновременности, то здесь мы не можем говорить вообще о едином пространстве времени. И более того, мы еще получили один акт ремитилизма, одно свидетельство ремитилизма, у нас ноумены феномены относительно. То есть мы не можем говорить, что... Вот почему мы утверждаем... Я наставил, что вот именно на неком множестве неразвлеченных событий. Это не является ни ноуменом, ни феноменом. Это вот нечто, просто вот некое множество. И оно станет ноуменом и феноменом только тогда, когда мы укажем субъектный уровень. Указали субъектный уровень относительно субъекта меньшей темпоральности, меньшей сложности, этот объект стал ноуменом и различается во внутреннем времени этого субъекта. Если вы выбрали субъект большей темпоральности, большей событийной сложности, то этот объект у нас станет феноменом и будет различен в пространстве. Противоречит ли данное представление нашим представлениям, нашему жизни в реальности? То есть мы вообще пользуемся одним временем, одними весами и одной линейкой, по сути, да? А тут утверждается, что у каждого субъекта свое время и свое пространство. Ну вопрос решается очень элементарно, если сформулировать, что такое реальность, которую я несколько недель назад давал. Что реальность это совпадающая, перекрывающаяся области действительности различных субъектов. То есть если мы нарисуем вот здесь вот близкие субъекты, близкие нам по темпоральности, по сложности, да? То понятно, что вот эти феномены будут одинаково различаться для вот этих субъектов. То есть это вот сидим мы вот втроем, да? И вот здесь, значит, столб, клетка, это мое пищеварение, поэтому оно очень неоднозначно будет отличаться нами. Но вот если мы говорим о столе и о электроне, то однозначно. И если мы ведем линейки вот на этом уровне, и вот это посчитаем за реальность, вот эти феномены, которые нам даны очень далеко от нас по сложности, по темпоральности, мы одинаково различаем все и называем это реальностью. И линейки все, и часы, которые мы делаем, мы делаем вот на этом уровне. Чем ближе объекты, расположенные к субъекту, тем неоднозначнее они различаются. А если говорить уже о ноуменах, то там вообще получается, что если мы будем рассматривать ноумены, скажем, политические, этические, эстетические, то мы не придем к соглашению, что у нас один и тот же ноумен есть, и что мы, даже называя одинаковым словом, обозначая, как здесь указывая пальцем, там одинаковым словом обозначает, что мы имеем одно и то же. То есть различия какие-то в мировоззрении указывают, что там у нас нет единой реальности. У нас есть единая реальность вот только до какого-то определенного момента, но он плавает. А как темпоральности субъектов соизменимых? Почему это можно их изменить? Сейчас. Как раз вопрос следующий. Значит, но положение вещей, когда мы выделяем только вот эту реальность, не совсем правильное. То есть, по сути, мы можем говорить, что у нас множество реальностей. То есть, если мы берем вот двух, два, три, четыре, десять субъектов, и они в одном номинальном поле, скажем, политическом, одинаково указывают на все политические категории, называют их одинаковыми словами и одинаково с ними соотносятся, можем говорить о единой политической реальности для этого множества субъектов. И это говорит о том, что у них одинаковая темпоральность, одинаковая сложность. Если, то есть, до облитонного момента, то есть, скажем, у нас у всех одинаковая темпоральность относительно реальности физической. То есть, мы можем пренебречь относительно реальности физической расхождением нашей сложности, как разумных субъектов. Но если мы рассматриваем ноумены сложные, да, то тогда эти различия наши существенны. И мы можем говорить о... и мы пучкуемся, пучкуемся по схожести нашей темпоральности, по схожести нашей сложности. И у объектов, у субъектов одинаковой сложности есть некая их выделенная реальность, скажем, реальность субъектов коммунистических, демократических, приверженных философии материализма, философии идеализма, любящих Моцарта или предпочитающих Баха. Ну, там мелкие нюансы, но все равно мы можем говорить о множестве реальностей, множестве реальностей, как совокупности пересечения действительности близко уровневых субъектов. То есть сравнение с темпоральностей, это просто вы связываете с тем, что опытным путем... Опытным путем мы сравниваем, да. То есть, в принципе, когда, скажем, мы сейчас понимаем, о чем я говорю, ну, я допускаю, что вы понимаете, да, и пользуемся одним понятием «темпоральность» и распределенная во времени сложность, мы можем более-менее заключить, что у нас где-то единая сложность и темпоральность. И когда кто-то, без обиды будет сказано, говорит, что это полная фигня, здесь нет ничего, я ничего не вижу, но человек не различает. То есть тут, конечно, есть такой момент, что он может быть сложнее, если можно ввести какую-то дифференциацию сложности субъекта, у него могут быть очень сложные эстетические какие-то развлечения, да, а философию он не различает. Но, в принципе, об этом мы тоже поговорим, что субъект не един. И для того, чтобы формировать уровневые реальности, вот эти различные реальности, в социуме существуют различные механизмы. Обучение, воспитание, то есть в единой религии воспитанные люди, их темпоральность, их сложность уравновешивается, чтобы они в едином обществе тоже, в едином научной теории каком-то теории, или в научной практике, или в идеологической практике, то существуют механизмы унификации сложностей субъектов. И поэтому мы имеем одинаковую, разные реальности, которым принадлежат разное количество групп субъектов. В принципе, почему мы различаем даже вот реальность нашу физическую одинаково, это тоже благодаря нашему воспитанию. И мы прекрасно знаем, что возможно так воспитать человека, и так научить его различными практиками видеть мир, что для него наша реальность будет отличаться. Дон Хуан может войти в такое состояние, что он будет видеть разный мир, указывая в одну и ту же точку, и у нас время будет разное. То есть это значит, что он может так сместить уровень своей субъектной точкой сборки, что будет уже наша реальность, вот ту, которую мы считаем просто для всех для нас людей, у него будет другая. Не другая, другая, другая действительность, и его действительность не будет пересекаться с нашими действительностью, он будет хотеть другую реальность. А в другом смысле того, что у него будет темпоральность ни проще, ни сложнее, а просто другой? Дело в том, что здесь разговор о трансреальных практиках, можно скорее всего говорить, что можно искусственными способами уменьшить темпоральность. А все-таки... Уменьшить. То есть как-то настолько унифицировать. То есть Дон Хуан все-таки уменьшал темпоральность. Там есть варианты такие. Вот в магии есть и увеличение, и... То есть когда ты увеличиваешь, начинаешь новыми наведить как феномены, и при этом перемещаться во времени, но если тебе нужно пройти через стену, то ты должен уменьшить свою темпоральность, и чтобы для тебя стена стала новыми, тогда ты через нее пройдешь. То есть в данном случае, в общем, скажем так, маги — это те, кто умеет произвольно и увеличивать, и уменьшать свою темпоральность. А, по сути, что мы дальше скажем, то есть перемещает свою точку сборка в одно из своих тел. Сейчас мы хотим... Тут еще такое маленькое замещание. Просто у вас... Вы постоянно понимаете, что реальность... Ну, есть некая реальность, которая идентична для многих субъектов, да? А не проще ли рассуждать, что реальность... Обратно рассуждать, как вы любите говорить, от нами на реализм, что реальность просто она одна, и субъекты вынуждены к ней приспособиться. Нет, это понятно. Здесь вопрос... Я на это всегда отвечаю, я уже отвечал, что у этой позиции есть очень большой минус. Эта позиция отлично работает, когда мы работаем вот в этой области. А вот эта вот граница, вот эта область, она не определена. И в антологии нам хотелось бы, нам хотелось бы, чтобы единство рассуждений соблюдалось, начиная от самых простых, низкотемпоральных, и до самых высоких. То есть, когда мы рассуждаем, что вот это реально существует, вот здесь мы уже не договоримся о том, что это реально существует. Мы не договоримся, что номин существует реально, и что они совпадают, и мы их одинаково видим. То есть, в данной идеологии, в данном конструкте, мы одинаково рассуждаем и здесь, и здесь, но здесь мы понимаем, что мы настолько далеки по сложности, и они нам одинаково даны, Но они антологически точно так же представляют себе множество событий, как иного. То есть не по однородности. В смысле, когда это однородность? Мы здесь решаем две задачи. Одна задача – однородность антологии, о чем бы мы ни говорили. То есть когда материализм, он строит антологию отсюда, и вот здесь у них получается фигня. Когда идеализм, скажем, от Бога, он строит антологию отсюда, и вот здесь у него получается фигня. Мы начинаем строить антологию со среднего уровня, чтобы и опускаясь сюда, мы получали вразумительный ответ, а почему, да, и поднимаясь туда, и плюс мы еще получаем подвижность субъекта. Во всех антологиях субъект был четко зафиксирован, вот в какой-то точке, ну плюс-минус, и мир был разделен четко, вот это идеальное, это материальное, и там, и там. Здесь мы уничтожаем это разделение, и говорим, что это разделение существует на себе любой точке, которую бы ты не выбрал, какого бы субъекта ни взял. И, скажем так, в реальной жизни нам, конечно, можем пользоваться антологией реалистической, материстической, там никто не мешает. Хотя, при этом, мы должны допускать, что есть еще магия, которая нарушает ее, и которую нельзя объяснить, вот, магию из реалистической антологии, нельзя ванну объяснить, да, а здесь можно. То есть объясняет и то, что почему мы пользуемся реальной, одинаковые, да, но объясняет, почему есть различия. А обычно традиционная антология реалистическая не объясняет, почему есть какие-то отличия от отклонения. Она может объяснить, ну, как-то случайно, вот, по вероятности. Ну, или мошенничество. Или мошенничество, да. Вот. Уделяя некий уровень субъекта, сейчас мы нарисуем уже субъекта. Вот. Значит, проведем через его голову уровень, да. уровень субъекта нашего. Мы замечаем, что есть в его действительности объекты, его феноменальные пока действительности, которые привилегированные. Привилегированные объекты. Которые называются телом. То есть, которые постоянно следует, находятся рядом с субъектом. Все, не есть его субъект, да, но он постоянно находится в центре системы координат, пространственной системы координат. Ну, да, естественно, в центре пространственной системы координат находится постоянно, сопутствует этому центру при перемещении субъекта. И это, вот этот выделенный субъект мы называем телом. Другое по отношению к ноуменам. Допустим, это у нас только сознательный субъект, просто рассознающий свое тело. Да, и более того, что мы выделяем, можем, несколько даже тел, мы можем сказать, вот на этом уровне выделить психологическое тело, здесь, скажем, это отдельные феномены, да, скажем, биологическое тело и физико-химическое тело. То есть мы можем полностью рассмотреть свое тело на уровне физико-химии, можем рассмотреть на уровне биологии, можем на уровне психологии, то есть имеется ряд тел. И в зависимости от того, какой мы уровень выберем субъекта, мы будем различать, то есть на уровне, скажем, биологического тела, биологического субъекта у нас психологическое будет не различено, да, и сознательнее будет различено, а физико-химическое будет различено. Если мы возьмем ноумены, а, да, вот мы еще нарисуем самого этого субъекта, как сейчас его, его темпоральность, и вот его тела, они как бы входят и в его пространстве, его феноменально различены. Если субъект различает ноумены, то он различает их, в принципе, как не свои. Они как внешне ему даны, скорее всего, он принадлежит ноумену. То есть если, скажем, брать ноумены на уровне биологическом, у той же клетки, то клетка принадлежит ноумену пищеварения, или отдельный организм принадлежит ноумену популяции. Но есть разумные субъекты, которые обладают еще и ментальным телом. Слово вспоминал. То есть у нас есть ментальное тело, психическое тело, биологическое, физико-химическое. А общество где-то находится? А, еще лучше. Это мы тоже поговорим. Значит, вот субъект, в принципе, ментальным телом обладают даже не все люди. То есть вот то, что называл элементарным человеком, Гуджей их называл, да? То есть это человек, который мысли чужие мысли. То есть он существует в социуме. Есть какие-то управляющие собственным идеи, ноумены, и он, всего лишь попав в какое-то место, у станка своего проигрывает некий ноумен. Он не принадлежит ему. Он идет в другое место, будет проигрывать другое, но это место принес, в первую очередь, не обладающим ментальным телом, как неким обособленным, принадлежащим именно этому субъекту объединением ноуменов. То есть вот здесь мы вышли на понятие, что же такое разумный человек. Это разумный человек, у которого есть ментальное тело. Не астральное, я означаю? Ментальное, ментальное, астральное еще выше. Ментальное тело, это некая совокупность, то есть философ, он обладает ментальным телом. То есть он обладает несколькими понятиями, которые он сам конфигурирует. То есть, по сути, эти понятия не принадлежат тоже ему. Но он их может конфигурировать и носить с собой, это не случайно. А элементарные люди, которые живут просто в потоке событий, элементарной жизни, они не обладают даже ментальным телом. То есть каждый момент времени о чем-то думают, но то, что они думают, не принадлежит им. Это то, что генерируется социумом. Инспирация это называется, да? Ну и то, что инспирировано. Да, инспирировано, то есть он, большинство людей даже не задумывается, о чем они думают. То есть они не имеют ментального тела. Так, и теперь, значит, мы, когда мы разделили наш субъект на отдельные тела, на уровни тел, мы можем даже говорить, что у нас есть возможность выделить протосубъектов, скажем, ментальный субъект, сознательный. То есть мы можем переместиться на уровне сознательного субъекта и медитировать, отказаться от своего ментального тела. То есть не всем дано. Не всем дано, не все могут. То есть, скажем, йоги могут переместиться на уровень биологического тела. То есть отрешиться от тела ментального и от тела сознательного, и от тела даже психологического. Вот, наверное, магию могут еще и на физико-химический. То есть мы имеем несколько протосубъектов, различных субъектов, которые нам даны либо бессознательные просто как даны, либо, если мы умеем натренированные субъекты, то мы можем даже в каком-то пространстве перемещаться между ними. И тогда можно сформулировать наличие нашей реальности, когда мы рисовали, что близкие по уровню субъекты, в другой терминологии. Не потому, что у нас близкие ментальные тела, не потому, что у нас близкие сознательные тела, у нас у всех одинаковое физико-химическое тело и одинаковое биологическое тело практически. И поэтому мы одинаково на этом уровне, на уровне наших тел, то есть на уровне субъектов физико-химических, одинаково взаимодействуем друг с другом. У нас единая реальность на уровне вот этих тел. У нас единая реальность на уровне биологических тел. У нас уже сильно отличается, ну, отличается на биологическое. Мы не всегда можем однозначно, у людей в биологии все-таки разное, да? А вот на уровне уже психических тел мы не можем уже прийти к соглашению, не говоря уж о сознательном теле, не говоря уж о ментальных телах. То есть мы говорим, и у каждого тела, естественно, своя темпоральность, и в зависимости от этой темпоральности, своей сложности, он взаимодействует. То есть если мы своими телами физико-химическими сейчас подойдем, столкнемся, мы по законам физики оттягиваем друг от друга, то есть мы просто существуем. Наши тела существуют вот на уровне прото-субъектов физико-химического. И на этом уровне мы все одинаково взаимодействуем. Если все возьмут одинаковый колпачок, и каждый из нас одинаково это и будет. То есть вот тогда мы говорили просто как бы не совсем точно, а тогда уже точно сформулировано, нам нужно было ввести понятие множества тел, вложенных одного в другое. И более того, более того, что каждый субъект представлен в иерархии всей посредственности от и до, от абсолютного субъекта до элементарного субъекта. То есть мы являемся то, что говорится в трансферных практиках, что человек это Бог, человек это все. Я есть Он. То есть... А для камня это не так? Что? Для камня, для камня, для всего. То есть для любого объекта он представлен, представлен полной иерархией то элементарного события до абсолютного субъекта. И отличаемся мы только там, где мы ставим свое Я. Где вот та точка, в которой мы фиксируем разбиение. То есть камень представлен в экономике. Камень представлен и в идее камня. Камень представлен в произведении искусства, в котором фундамент был поставлен. Он представлен в этом. Но он сам себя фиксирует на физическом уровне, скажем. Его Я, его субъектный уровень. Потом еще тоже к этому вопросу вернемся. Как познать камень, да? То есть и каждый субъект, в принципе, вот в основных религиях и говорится, что представлен на всех уровнях. Есть полная совокупность всего универсума. Вопрос только в том, где каждый себя позиционирует. Ну, в принципе, это можно говорить о психологии, психологических практиках. Как ты, с каким ты телом себя ассоциируешь, на какой уровень ты себя поднимешь, тем ты и будешь. И нет никакого предела ни в выпускании, ни в подъеме. Твои точки сборки, твои точки привязки вот к тому, что является этим галлинатом тела. Но гностики различали соматиков, психиков и... Ну да, но они вот различали вот на этом уровне. В данном случае антология позволяет нам говорить о полном спектре. Полном спектре. Вот. Возьмем, например, биологический уровень, да, и попытаемся определить, чем он отличается, скажем, от физико-химических. Здесь мы можем определить биологического субъекта, как субъекта, который различает себя, свое тело, в своей феноменальной действительности. Вот тоже, неживые объекты себя не различают. А биологический организм различает себя, свое тело, в своей феноменальной действительности. И поэтому может перемещаться свободно пчела, совместить свое тело с цветком, да. Более сложные биологические организмы различают не только себя, но и части своего тела, и могут производить сложные операции. Что такое разумный субъект? Это субъект, который различает свое ментальное тело. Имеет свое ментальное тело. По сути, ментальное тело имеют все, как я говорил, да. Это все элементарные люди имеют ментальное тело, но оно коллективное. Вот как у биологического организма тоже есть ментальное тело, но оно одно на целую популяцию. Вот как только субъект приобретет индивидуальное ментальное тело, он становится разумным субъектом. То есть субъект с индивидуальным ментальным телом, разумный субъект, множество людей, не обладая индивидуальным, а только собирающихся, могущих сообразить на троих, или только в коллективе что-то станут делающие, они имеют некое ментальное тело, многое, многое. И случайно выполняют некие ноумины, думают некие ноумины в этом ментальном теле, выполняют какую-то роль. Значит, и в данном случае мысль Декарта, мысль усиляет на существо и обозначает, что я разумный субъект, если я обладаю собственным ментальным телом. Можно сказать, что... Вы в истории народы были разумными, да, а люди отдельные... Да, да, да. То есть, я скажу, нет, сначала были разумные популяции, которые творили инновации какие-то, новые организмные системы, системы организменные, да, но это было не привязано, это ментальное тело, разумное тело, разумный субъект, он не был привязан к отдельному феноменальному объекту, к организму. И первым организмом, первым разумным субъектом, который обладал своим ментальным, выделенным своим ментальным телом, стал человек разумный, у которого есть свое ментальное тело. А о животных, перефразируемых с фразой Декарта, можно сказать так, что если я действую, значит, означаю себя в своей действительности, да, значит, я существую, значит, я живой. Ну, то есть, и о каждом эти уровни можно разделить. То есть, у животных ментальное тело только в популяции, да? Коллективное. Кстати, у Моисеева, вот есть, не в такой форме, но он тоже говорит о том, что у животных есть, я не помню, он все много точно, но он говорит, что есть нечто объединяющее. Ну, понятие род же есть, да? Ну, оно такое социальное больше, то есть, то, что я вот сейчас выделяю, а популяция или распределенная во времени. Так, теперь мы переходим больше к министологии, возвращаемся опять к нашему универсуму событий. Множество неразвлеченных, одинаковых событий. Утверждается вот все, что я до этого говорил. Выделяя номены, выделяя феномены, выделяя уровни, различные уровни реальности, уровни действительности, химическое, физическое, биологическое. На уровне универсума это все неразвлечено. Мы не можем сказать, что у нас есть события сугубо химические, или события биологические, или события физические. То есть, все события, они неразвлечены, и различаются только по кучкованию. Вот, скажем, я вот некие события вот так выделил, да, и сказал, что вот это вот химические объекты, да. Химические. А если я их возьму вот так вот, в совокупности, то это, скажу, это биологические. То есть, распределенные на некотором, ну, здесь премии можно говорить, да, премии. То есть, как-то распределенные темпорально-химические события, объединенные вместе некой системностью, являются биологическим объектом. Это химические объекты, это биологические. Так вот, в биологический объект ничего не входит, кроме как химических. Только химических. Нет биологических объектов. Точно так же, как мы могли бы здесь вот выделить физические, и сказать, что физических, в химических объектах нет ничего, кроме физических. То есть, нет отдельных. И так же мы не можем выделить, что, скажем, вот есть область, вот здесь вот область ноуменов, а вот здесь вот какая-то область феноменов. Мы видим, что вот это относительно химического субъекта, ноумен, он состоит на тех же самых событиях, что и феномены. И точно так же, когда мы выделяем некий ноумен понятие, это значит, что, скажем, ноумен футбол, нам кажется, простой такой ноумен, но он вообще сложный. Нам нужно знать огромное количество физиологических событий, пробежек туда-сюда, ударов, правил, все. То есть, по сути, футбол можно свести к физиологическим событиям. Так вот, объединенные все, все разнообразие всех этих физиологических событий, которые составляют матчи, можно объединить ноуменом, ну, как футбольный матч, а если возьмем много матчей, то это будет ноумен футбол. Так же, скажем, когда мы рассматриваем мелодию, да, мы берем ноту, там есть только физические колебания. Но мы не найдем там физические события колебания, но нет нотных событий, нет событий тональностных. Вот все состоит из тех же событий, все состоит из одних и тех же событий, и все зависит, что мы выделим, будет ли ноуменом или феноменом, зависит от того, с какой позиции мы будем смотреть и какую совокупность мы возьмем. Вот скажем, если мы рассмотрим биологический организм, вот на таком промежуточке времени, да, что мы там найдем? Мы видим химические реакции, мы биологического ноумена там не увидим. Ну, что мы обсуждаем? Мы берем средства биологического организма, химию, все, все события, какие там только есть химические, все, все там есть. А темпорально, организма там нет, потому что организм реализован на совокупности, на гораздо больше, нужно взять огромное количество и выделить некие регулярности, вот на этих химических, чтобы выделить ноумен жизни. Ноумен жизни, чтобы выделить, нам нужно взять, если мы возьмем еще уже, мы там химические реакции не заметим, а мы заметим только физику. Но все равно из этих всех физических событий, взятых на огромном промежутке времени, составляется ноумен жизни. То есть он сложен, но как множество физических событий, вошедших в химические, вошедших в биологические. То есть это иерархия... Это иерархия, это паральная система, о которой мы говорили, но она понапрошена. Но она абсолютно, да, она не зависит от субъекта получается у вас. Но она углубляет. Мы, скажем так, мы все равно, мы говорить о ней можем только тогда, когда мы определим некий уровень, от которого мы будем плясать. То есть все-таки понятие сложности, оно абсолютно. Понятие сложности абсолютно, да. Но говорить это номен или феномен, и различаем это или различаем, только относительно и во времени или в пространстве, и на лице субъекта. Но понятие сложности как множество фиксированных событий. У вас получается иерализм достаточно богатый, у вас есть универсум, забытие, есть иерархия, темпоральная система, и все это не зависит от субъекта. То есть это достаточно такое реалистическое представление. Нет, это зависит от субъекта, скажем так. Нет, я понимаю, что зависит, как субъект их видит. Как так, да. Но это само по себе видит. Нет, ну скажем так, понятие насыщенное, которое позволяет, вот сейчас мы еще несколько фраз скажем, которые позволяют действительно о многом говорить. Ну, скажем, опять же, пример... А, нет, это из дальнейшего. Так. Ну и теперь мы подошли к гнасиологии. Как субъект это может все познать? Как мы познаем вот это все, и в каких терминах мы это все формулируем? Значит, у нас есть исходный момент, что перед нами есть универсум событий. Универсум событий. Есть некие неоднородности в этом универсуме события. И мы знаем, что все объекты, которые мы различаем относительно себя познающего субъекта, и номинальные, и феноменальные, состоят из одних и тех же событий. И вот этого нам достаточно, чтобы сразу сформулировать две центральных проблемы, то есть разъяснить две центральных проблемы в гнасиологии. Это проблема существования эйдосов, идей платоновскую, и проблему кандерскую, что такое вещь в себе. Когда мы говорили о номине, жизнь, скажем, или о номине, химическая реакция относительно физических взаимодействий, то мы говорили именно о номинах, о эйдосах, о идеях. И они существуют точно так же реально. То есть у нас в данном случае в нашей антологии нет вообще никакой разницы между идеями, феноменами и феноменами. То есть это все множество событий. И разница только в том, на каком промежутке событийного множества, на каком событийном множестве мы будем выделять. То есть, скажем, выделяя номин, биологический организм, относительно химического, мы его точно так же выделяем, как и химический. То есть у нас эйдосы, это те же самые наборы событий, тех же самых событий, но которые мы не можем поместить, увидеть в свое пространство, потому что они гораздо сложнее нашего пространства, которое задается нашим параметром. Субстанция все равно одна, а не две субстанции, как всегда. Да, да, да. Мы с вещами говорили раньше, у вас одна субстанция. Но в данном случае можно ли называть универсом событий субстанцией? Ну, в кавычках можно. Скорее всего, можно назвать... Ну, вы сказали, события. То есть все из-за этих же событий. Это в неком случае субстанция. Да, то есть все зависит от того, что вот у нас есть этот универсум, да, и вот как мы, вот какие события мы из него выделим, вот выделили вот так, да, это получили какой-то объект, вот этот, да. Выделили вот эти, это какой-то объект. Этот, а, я скажу, выделили вот этот, да, вот так, больше. Этот входит в него, как клетка, скажем, в организм, да, входит. То есть они все состоят из одних и тех же событий, но в зависимости от того, как мы смотрим, мы с какого уровня, мы называем их либо ноуменами, и они точно так же реально, ну, как реально, они имеют тот же самый антологический статус. Ну, то есть для другого субъекта, может, они точно так же будут... Да, 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 да. То есть как для нас феноменальны желудок пищеварения, а для клетки номенальны, так вот для нее антологически тот же самый статус, но при выделении уровня они имеют, скажем, разную субъективность, субъектный статус. Номен или феномен. То есть в некоторой позиции лошадь, табун, лошадей... А, среди табуна лошадей пасется некая идея лошади. Не так. Множество табунов объединяются в наше понятие лошадь. Да. Ну, с какой-то позиции, когда у тебя темпоральность, она такая большая и сложная, у нас это значит, идея лошади, она становится пространственной. Таким образом, у вас одна лошадь, идея лошади пасется с выкрытой лошади. Нет, идея лошади не пасется. Пасется, это все-таки биологическое тело. Оно имеет темпоральность меньше. Идея... То есть, скажем... Это же уровень один, уровень разницы. Вот так, если я возьму одну лошадь, как бы я ее не анализировал, что бы я с ней ни делал, я не извлеку из нее понятие лошади. Да нет, ну понятно. С другой стороны, если есть понятие лошадь, значит, с какого-то высокого уровня, она должна быть чисто пространственным телом. А, ну, тогда это будет... Тогда вот, получается... Да, да, точнее, ну не среди, не среди, а скорее... Нет, 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 наоборот. Когда я говорю о понятии... А, правильно сказать... Я увижу всю совокупность понятия лошадь, как единый пространственный объект. А лошади будут входить в нее как элементы. Да. Таким образом у нас, как бы, появится новый табун, да? Новое пространственное образование. Ну как желудок для нас. Красная идеальная лошадь, потом это белая идеальная лошадь, пегас, вот такой-то пункт для какого-то идеального объекта появится. Он будет пастись у нас на тракте. Ну не пастись, он не будет пастись. Пастется именно объект, лошадь, но... Ну чем-то на кого-то заниматься? Чем-то будет заниматься. Ну, с позиции, скажем так, с позиции абсолютного субъекта, вот абсолютный субъект, когда он воспринимает весь универсум как феноменально данный ему, он каким-то образом идеи различает данным. Вот идея лошади у него здесь, а идея бытия здесь, а идея формы здесь, он как-то... Идея белой лошади тоже здесь. Идея белой лошади, да, да. У нас очень большой табун. Ну не табун. Табун у нас этих лошадей идеальный. Нет, табун идей гораздо больше табунной вещей. Да, да. Может быть, конечно, потому что... Понимаешь, количество... И чем вы больше, это... Тепая нас сложность, различающего субъекта, тем он больше... Чем толще этот табун. Чем толще, табун, да. Так, поехали дальше. А, так. Да. Это чревато регрессом бесконечности. Что? Ну чревато регрессом бесконечности такое. Нет, ну у нас есть абсолютно субъекты. Есть... Считается, что субъект, она лимитивна на след. Здесь, понимаешь, здесь вопрос в том, что... По сути, мы можем утверждать, что количество событий у нас конечно. Ну, скажем так, мы не обсуждаем это сколько. Но когда мы начинаем выделять на это множество еще подможества, каждое выделение это еще новое событие. Если оно конечно, то и у нас всевозможных выделений тоже конечно. Нет. Почему? Я из этого выделения могу сейчас оставить еще одно. А из этого выделение... А каждое выделение это еще новое событие. Да, это понятно. Но сегодня раз все равно оно будет конечно. Ну, на данном фиксировании, по-моему, да. Оно тоже будет конечно. Прочитаю про коня. Про коня есть. Про коня есть. Платин. Инеады. Ответ будет такой. Конечно, для того, чтобы произвести чувственного коня, здесь он имеет в виду чувственного, ну, биологического, а не мысльного, чувственного коня, да и всякое другое животное, ум, ум у него с большой буквы, это абсолют, не ум человека. Ум должен иметь предварительно концепцию, или эйдес этого животного. Но из этого вовсе не следует, что в уме прежде всего возникает желание создать коня, а потом уж он образует эйдес коня. Напротив, ясно, что в уме должен быть эйдес коня прежде, чем он пожелает создать коня, и что следует на эйдес коня в уме не следствие, но причина и основание для желания создать коня. Другими словами, нерожденный конь предшествует коню, имеющему родиться. То есть, по сути, он сказал, что темпорально жизнь существовала до того, как она была реализована в конкретных биологических организмах. И только так можно понять творение биологического организма. Ну, у него там много цитат, то есть он, конечно, так это не формулировал, но, в принципе, в трансреальных, а плотины можно отнести очень сильно к мистическим философам. Так, теперь возвращаемся ко второй нашей загадке. Та же самая картинка. Вот у нас есть некий объект, обзинивший некое множество событий. И мы хотим познать. Ну, вот нам данный данный. Мы говорим, а как нам познать вот этот объект? Канг говорит, а вот эта вещь в себе, вот нужно как-то там углубиться и... А ну, конечно, там несколько событий. Что нам говорит темпоральная гносеология, скажем, рельсивистская гносеология? Она нам говорит, чтобы познать... Если это химический, скажем, нужно рассмотреть ноумен, в который вписан этот феномен. Или взять объект, который темпорально сложнее. Для того, чтобы ты хочешь познать клетку, познай организм. Для того, чтобы ты хочешь познать человека, познай социум. И более того, что это... А сможешь ли ты различить ноумен большей размерности, чем феномен, в который ты вписан, зависит от твоего уровня? Хочешь познать, расширь свой уровень, расширь свою темпоральность. Познай себя и познаешь любую вещь. То есть, в отличие от Канковского, вглубь вещи... То есть, хочешь познать вещь, ты должен познать... Эта проблема трансформируется в вещь вне себя, в вещь в мире. И вот когда мы говорим, что хотим познать Камень в полной его полноте, значит, мы должны познать его все тела до абсолютного тела. То есть, мы должны просмотреть, как Камень вписан, то есть, как в него вписаны менее темпоральные объекты, молекулы и атомы, и как он вписан в мир. То есть, познай абсолют, познай весь мир, познай темпоральный объект максимальной сложности, и ты познаешь весь мир. То есть, нет ничего внутри, есть только вовне. То есть, чтобы познать часть, надо познать целая, полностью все, что есть. Но здесь, в данном случае, говорится, если о полной версии, в целом, да, но, а если мы говорим о конечном познании, то есть, нашем спросе, нужно искать, ну, скажем так, если я хочу, заезженные примеры, познать биологический организм, жизнь, да, мне не нужно выискивать молекулы и пытаться понять что-то там, вот эту химическую реакцию. Я должен понять, как вписан биологический организм в движение жизни, в новую межизнь, и как он реализуется, реализует новую межизнь, и рассмотреть. То же самое, скажем, с футболом. Сколько бы я не анализировал пробежку футболиста, и пытаясь понять, а почему вот так он бежит туда-сюда, я не пойму, почему он пробежал вот так, а потом так. А если я начну анализировать множество атак, множество ситуаций футбольных, на протяжении целого года, проанализируя огромное количество, тогда у меня сформируется новый футбол. И поняв новый футбол, мне стоит каждая пробежка. Понятно. Хочешь познать вот эту вещь, ты не в нее влезь, а смотри, как она вписана. Возвращаясь к причинно-следственным разговорам, к исходящей причинности. Причина всегда в темпоральных системах, от внешней системы. То есть есть система действия голевая атака, и она является причиной. И только познав ее, смысл, тогда мы сможем понять, почему они так бегают. Познав ноумен футбол, мы можем понять, почему так организовано действие футбольной атакы. Гете. Познание. Так, в достижении более ясного понимания растительной жизни, Гете визуализировал перед сном весь цикл развития растения, проходя последовательные различные его фазы от семени до семени. Посредством таких методов он, в конце концов, обрет видение того, как в самых простых и привлекавшихся объектах действует огромная сила природы. Взяв в руки какой-нибудь предмет и сосредоточившись на нем, следует представлять, что в это время через ваш ум проходит вся его естественная история. Посредством практики вы можете достичь уровня восприятия, лежавшего выше ваших субъективных впечатлений. Вы начнете визуализировать внутреннюю деятельность идеи, проявляющуюся затем во внешней природе. Это описание способа познания Геты. То есть вот два способа познания. Я разъя... Разъять? Разъять? Разъять. Разъяву свой предмет, проанализирую его, расчленю его, пытаюсь найти, докопаюсь на вещи в себе. И другой способ взять этот объект во всех своих проявлениях, представить его сразу и выявить этот номер, который объединяет все его формы и все его фазы. Это было понятно Геты. Ну и... Понятно. Если что-то правильно представить, что такое объект, установление объекта, нужно же установить, в чем состоит объект. Когда вы говорите о семпаральном объекте, например, биологическом, надо было бы понять, в чем состоит именно объект. Нет. Мы фиксируем для себя... Не подразделенное нечто. Я что-то фиксирую, вот организм вот сидит, да? Я могу разрезать кошку и пытаться там поискать, да? А я могу наблюдать за ней долго, а потом за другими кошками. Что мне нужно делать в этой кошке? Не резать ее или наблюдать за кошкой. То есть, я фиксирую некий уровень, а от него начинаю познание. Так. Ну и... Я уже упоминал, что для того, чтобы быть успешным в познании, чтобы распознавать вот эти максимальные номеры, прежде всего, нужно расширять свою температуру. По сути, когда мы познаем, мы и расширяем свою. Когда мы обучаемся, мы увеличиваем свою сложность и можем распознавать те объекты, которые ранее не распознавали. А что такое, скажем, сжимание температуральности, сжимание сложности по старости или по болезни, оно ведет способности, утере способности различать сложности. То есть, здесь все как... Ну, все на пальцах. Какая у тебя сложность, то ты и различишь. Не различаешь что-то, значит, не хватает. Там вопрос действительно стоит в том, что поскольку мы состоим из множества тел, то, как вы говорите, физическое, биологическое, психологическое, ментальное... Мы и ментальные тела можем подразделять, и поэтому у нас, скорее всего, можно подразделить этическое тело и эстетическое тело. У нас может быть и философское тело, да? То есть, философское тело у нас может быть очень дифференцированное и очень... или математическое, да? И мы можем различать очень много. А на этической стороне не сможем отличить Ронштайн от, там, Баха, да? Ну, и существуют еще различные специальные практики для увеличения темпоральности и увеличения сложности. Но они больше связаны, наверное, не с увеличением сложности, а с расширением темпоральности за счет изъятия из действительности малотемпоральных объектов. То есть, освобождение своей действительности. И за счет этого расширение своей темпоральности. Но это... тут сложно. Так. Осталось самое малое. Самое интересное, что у вас понятия метода нет, как бы. То есть, кроме того, как расширять темпоральность, и что это значит не очень понятно, а какой метод это? Метод обучения. Обучение. Обучайся. Читай книжки, и ты расширишь свою темпоральность. Ну, зато сквозь звень не сможешь ходить. А можно было вот и понижать, тогда будешь ходить сквозь звень. Да. Существует у нас несколько сфер... Это самое главное. Жизненного успеха, позволяющего ходить через большое количество очень сильно закрытых зрений. Ну, либо ел, либо ел. Хочешь управлять низкотемпоральным объектом своего биологического тела, сиди и сиди, но при этом философа у тебя не получится. Ну, одно из двух. То есть, есть разные варианты. Есть разные формы познания. Значит, разберем форму познания. Научная. Я чертю наш, да, уже что, не буду событий, точкой этой... Наука что делает? Чем занимается? Она выделяет структурные однородности, структурные однородности в универсуме. То, что повторяется. Однозначно повторяющиеся совокупности событий. И, замечая эти однозначно повторяющиеся совокупности событий, формирует на этой совокупности некий номер. Который, ну, скажем, элементарно. Классификация, да? Я наблюдаю, что у меня есть голуби, лебеди и воробьи. И эти однозначно повторяющиеся называют одним словом понятия. То есть, вожу некий номер, который обозначает однозначно повторяющийся в поколении. Вожу или он есть? Вожу. Нет, скажем так. Он распознает. То есть, он уже. Правильно, распознает. То есть, естественно, что, если, скажем, в течение многих поколений воробьи размножаются, то, значит, номер воробей есть, популяция воробей есть. А, я неправильно, вожу, ну, в смысле, я себя ввожу, да. То есть, а если я, наблюдая долго-долго-долго это... Развлечаю лучше какого-то... Развлечаю этот ноумен и обозначаю его каким-то словом, да. Дальше наука от классификации идет развлечение однородности разных объектов. Я развлечаю, падает камень, падает яблоко, планета вращается, я нахожу некую однородность во всем и называю это ноуменом гравитация. Гравитация есть, она управляет этими всеми однородностями. Я вот различаю следующий этап развития науки, предсказание следующего события. Вот в этой, скажем, я различил ноумен гравитация, следующего события. Что я делаю? Ну, мне кажется элементарным. У нас есть некий универсум событий, в котором есть некие однородности. Я создаю свой универсум событий. В принципе, с такими же однородностями, параллельными. Называю его математикой. И провожу в этом универсуме событий, универсуме чисел, провожу некоторые однородные операции. И если я замечаю, что проведя вот эти однородные операции, они идентичны выделенным каким-то неоднородностям в универсуме, скажем, данным мне как в действительности, и продлевая дальше, я могу предсказать, делаю предположение о будущем событии. То есть ванга не нужна все-таки? Нет, нужна. В данном случае наука. Наука делает только, вот есть в рамках данной однородности. Ванга неоднородность предсказывает. То есть для того, чтобы мне предсказать, что завтра встанет солнце и послезавтра и через год, мне не нужна ванга, потому что это однородность. Наука предсказывает то, что однозначно повторяется. И в данном случае становится понятно, что загарка математики. А почему эта математика описывает мир, оказывается вполне банальной. Если наука познает однородности универсума, если мы создали некие подобия этого универсума, и тоже в нем есть однородность, то почему бы им не совпадать? Наука не мир описывает, а только те однородности, которые мы смогли выделить. То есть это уровень субъекта фактически? Ну, нет, ну почему? В любом случае это уровень познавательного субъекта. В данном случае мы говорим об типе, способе выделения объектов. Но это и есть субъект. Нет, нет, нет. Есть субъекты этические, эстетические. Он по-другому выделяет. То есть все равно познавательный субъект. Вот субъект научный выделяет из универсума однозначно повторяющиеся объекты. И из факта их повторяемости наблюдение делает предположение о существовании неких объектов другого порядка, но именно которые их объединяют. Это наличие популяции, наличие гравитации, наличие заряда. То есть он выделяет те объекты, которые сформированы на множестве-множестве повторяющихся этих событий. Так. А, тут у меня цитата. Бергсон. В этом мнимом, феноменальном мире созданном для науки все отношения, которые нельзя выразить в одновременности, то есть в пространстве, не познаваемые научными методами. Ну это так. Так, художественное опознание. Вот художественное опознание отличается уже тем, что субъект выделяет неоднородности в своей действительности. А выделяет однородные отношения свои с действительностью. То есть свои отношения с людьми, свои отношения с природой, свои отношения... То есть если я одинаково чувствую, что я одинаково отношусь психологически к чему-то, к предмету своей любви, сегодня, вчера, завтра, к закату, к России, какие-то однородности в своем психическом теле. И я их выделяю, как некоторые ноумены, и пытаюсь их редуцировать, феномены, запечатлеть их в таких неоднородностях искусственных. То есть там была математика, мы брали математику, пытались смоделировать однородность. Здесь мы берем случайный набор событий, красок, музыки, звуков, букв, и пытаемся их смоделировать так, чтобы они повторили неоднородность моей психической. Ну а неоднородность повторяющейся, потому что мы не можем уникальную. Хотя в какой-то степени может и уникальное событие быть в психике. Ну больше здесь можно развивать, я не готов, наверное. Есть философское познание. Философское познание сродни научному познанию, но выделяет однородность и однозначно повторяющиеся последовательности ноуменов объектов, но только в ноуменальном действительности. Также рационально мы можем это повторить, но нет однозначности, потому что у нас нет однозначности выделения ноуменов для разных субъектов. То есть по сути да, мы рациональны. Я здесь, если говорить с позиции отдельного философа, познающего, то разницы между наукой и философией нет. Только объекты. Там я на ноуменах некие выделяю однородности, есть и на феноменах некоторые однородности. И их фиксирую. Могу повторить для себя. Но... Философа выше, конечно, да. Ну, темпоральность философа-теоретика выше... Ой, не философа, физика-теоретика выше, чем темпоральность философа-практика. Философ-практик достигает познания на очень длительном промежутке времени. То есть он проводит множество экспериментов, да? А философ-теоретик, осмотрев сразу это все множество, сформирует ноумен, то есть он обладает с сложностью достаточной, чтобы в течение нескольких часов осознать всю эту закономерность, воспринять. Есть религиозное познание. Религиозное познание стремится найти однородность во всех объектах, во всех выделенных, повторяющихся, не повторяющихся, и соотнести это с абсолютным субъектом. То есть увидеть влияние абсолютного субъекта, то есть когда биолог пытается понять влияние ноумена на жизнь на додельные объекты, то религия пытается увидеть общую закономерность во всех объектах, во всех ноуменах, во всех феноменах и объяснить это существованием единого, абсолютного ноумена. И достигается это в основном-то ритуалами, регулярно повторяющимися практиками. То есть ты повторяешь, повторяешь, повторяешь одно и то же, и вот в этом повторении приходишь к некой закономерности, которая не привязана ни к чему внешнему, а якобы привязана к миру, к всеобщему, к единому субъекту, абсолюту. Есть мистическое познание. Мистическое познание действует по принципу отреждествления, отреждествления темпоральности субъекта и темпоральности объекта. То есть мы не наблюдаем его регулярность, мы не пытаемся в нем что-то быть, мы просто пытаемся отрежествить себя с ним. То есть по сути, человек занимался двердом, когда он пытался себя отрежествить с растением и представить себе, это в некоторой степени мистическое познание. И когда мистик входит в транс, и мистик с медитацией, то есть это именно способ непосредственного смещения своей темпоральности и попытка познать нечто. В данном случае нельзя говорить это целенаправленное познание. Что попадется, то попадется. Какой номер тебе попадется и что, когда ты уйдешь, непонятно. Но это вот такой способ непосредственного познатия. А получается, что граница между наукой и мистика и эти люди нет? Ну, есть, конечно. Объекты разные, конечно. Объекты разные, способы разные. Но, в принципе, это один способ поместительства. А вам в мистике гораздо приятнее. Обобщем их. И то, и другое везде достигается за счет смещения, скажем, познания. Это и есть познание осуществляется методом смещения уровня темпоральности. И в результате познания смещается. Это бою. То есть, когда я познаю, я одновременно и смещаюсь. И познаю, благодаря тому, что я смещаюсь. Есть несколько слов, сказать, про творение. В данном случае, в нашей антологии революционистской, в отличие, скажем, от других антологий, в материалистической антологии, творение воспринимается как случайное событие. А черт его знает, откуда оно взялось. В абсолютистических творениях есть единый субъект творения, который все и сотворил. Здесь, в данном случае, мы не можем сказать, что познающий субъект является автором творения. Скорее всего, логичнее сказать так, что творение воспринимается как смещение уровня субъекта. То есть, если ты смещаешься, скажем, если мы берем субъект биосфера, то его смещение воспринимается как этап творения. То же самое, как смещение познающего субъекта. Если он значительно смещается, то он движется как цепочка творений, которые он оставляет у себя на пути и видит произведение. В структурных феноменах, которые, то есть, он, нельзя сказать, ну да, он не столько смещается, чтобы из нового превратить феномен. Но, по крайней мере, он в результате этого смещения может творить новые феномены. Но в данном случае, я скажу, что он является полностью автором, как он не является автором новомена, так он не является автором этого феномена. Он служит как трансформатор, реализатор в своем движении. То есть, он как бы, вот если представить субъекта, познающего как мембрану движущуюся, вот он выдавливает из новомена феномены. Ну и, кстати, эволюция в релизистской, в темборальной антологии не абсолютна. То есть, ясно, что с абсолютного субъекта эволюции нет. Для элементарного субъекта все эволюционирует, вообще ничего фиксировано. А вот как мы будем относиться к эволюции вот с нашей позиции, ну опять же, зависит, как мы будем рассматривать. То есть, естественно, с позиции биологического субъекта, наша биологическая эволюция есть, да. А если мы поднимемся на ментальный уровень и астральный уровень, там, скорее всего, эволюции может и не наблюдаться. Ну и как выглядит у нас философия в целом? А обратное движение деградации, эволюции? Ну, стояние, я говорил, что есть. Мне просто есть и гучить, что бета-юниверсия бесконечная в обе стороны, то должно быть, видимо, разрушение постоянное. То есть, это локально должно быть возрастать. Но если стояло здание, разрушилось, то есть, если темпоральность его уменьшилась, она превратилась в пыль. Ну, процессы, конечно, есть деградации. То есть, он не шанс темпоральности. А вот интересно, вот, ваше мнение, на это такая вот смотология. А есть нет? Давай, у меня две минуты осталось. Ну хорошо. Да, две минуты, я закончу. Значит, и есть у нас еще была релятивистско-темпоральная антология, релятивистская эносиология и релятивистская философия. Что у нас представляет релятивистская философия как в целом? Как вы ее должны понимать? В принципе, если мы говорим об универсу и событиях, у нас монистическая философия. То есть, некая единая субстанция, кавычки, нельзя я его субстанцию, некий универс, единый, в котором одинаково выделены и субъект, и все объекты, и новыми, и феномены, и все события равноценны, и составляют все вот так вот переплетено. Монистическая. Но, с другой стороны, поскольку мы хоть что-то говорить можем только относительно субъекта некоторого, относительно которого мы выделяем новыми феноменами, то наша релятивистская, то есть релятивизм в этом и проявляется, она дуалистична. То есть, относительно любого познающего субъекта, она представлена в виде номинальной действительности и феноменальной действительности, в виде развлечения новыми феноменами, в виде времени и пространства. И поэтому она дуалистична. Но, с другой стороны, поскольку у нас, в отличие от субъективных антологий и философий, субъект подвижен, и мы можем выделить его где угодно, субъект один, субъект два, то и относительно выделения разных уровней субъектов, у нас по-разному будут выделяться феномены и новыми, то мы говорим, что эта философия реалистична. Ну и более того же, когда мы говорим, что при выделении некоторых совокупностей субъектов, мы можем дать очень точное определение реальности, реальности как то, что дано одинаково множеству субъектов, и более того, что мы это определение реальности даем не антропоцентрично. То есть мы не привязываем, как скажем, в других философиях, что реальность это только материальная реальность, а вот то, что идейная, идеалистическая, субъективная реальность, она не реальность, она тоже реальность. То есть у нас реальность не привязана к человеку вообще, то есть это еще является у нас еще и реалистичной философией. Она объясняет, какова реальность, как может быть реальность, и как мы должны рассуждать о реальности. Вот теореточка. Ну и здесь и минус маленький, то есть воображаемое тоже все существует, да? То есть грезы какой-нибудь сумасшедшего... О, да, конечно, конечно, но это же не минус, это плюс. Есть вопрос в том, что мы теперь можем сказать, почему это нереально. Раньше мы должны были рассуждать, этого нет на самом деле. А сейчас я говорю, пожалуйста, приведи еще одного субъекта, если вы вдвоем укажете, что вот там это есть, я скажу, о, в вашей реальности это существует. Ну это понятно, да, что все зависит от какого... То есть если мне миллион человек сказал, я говорю, о, это для нас реально. То есть аргумент, а это не существует на самом деле, это вообще не аргумент. А здесь аргумент такой, существует для множества субъектов, значит реально. Существует для одного нереально. Вот и все. Нет, ты не хотел задать. Теперь... Нет, он поставили просто, установили. Да, ну теперь, да, и все. Нет, ну на самом деле здесь просто проведена последовательная релятивистская точка зрения и во всех, и на всех уровнях, и в группе, и в шире. На самом деле вот это последовательное сути, здесь нет такого места, где можно было придраться и сказать, а вот здесь что-то абсолютно здесь. Я считаю, что у нас есть некоторые феномены, смысл идей, пега, лошадь или что-либо еще, и я не разделяю совершенно. Но вы могли быть. Я считаю, что на самом деле, конечно, объекты с более высокой потемпоральностью, чем у человека, они существуют, безусловно. Они, безусловно, живые, поэтому я говорю, как об эгрегорах. Но о том, что там этот и платоновский мир идеи в этом месте помещен, я с этим категорически не знаю. Я, значит так, я вспомнил, у меня был ответ на этот вопрос. Дело в том, что любое понятие, которое мы вводим, мы вводим в языке. И оно, темпоральность того, что мы вводим в понятие, определено языком. Даже если я придумал что-то, то только благодаря тому, животное не может придумать никакой номен, и его не существует того, чего вот есть выше него номен, а человек может придумать номены, которые мы можем и не признать. Но только благодаря тому, что это осуществлено на темпоральности языка. То есть это выделено не на, скажем, событиях феноменальных каких-то, а на событиях языковых. Вот на событиях языковых, языковые игры, и дают нам номены, которые мы можем принимать, не принимать. Тогда номенов как того, что в вашем смысле, как неких объектов с высокой темпоральной сложностью, их не существует. Существует всего лишь один сложный темпоральный объект, это язык. Нет, нет. Когда мы рисовали множество повторяющих событий в универсуме, потом нарисовали математику, тогда тоже отношение существует между языком и миром. У нас есть еще некий универсум, язык можем воспринимать как универсум событий, неких фиксированных, из которых мы конфигурируем так, чтобы на нем могли обсуждать некие неоднородности универсума. Как на математическом языке мы обсуждаем повторяющиеся, здесь то же самое. Поэтому, скажем, ноумен жизнь существует именно потому, что он реализуется на земле. Ноумен он существует. Ну и называем. Понятие жизни существует. Существует понятие жизни. Существует идея жизни. Но это нельзя сказать, что это какие-то особые живые объекты. Точно так же надо же различать экономику. Нет, это не живой объект. Нет. Нет, это никак не некий объект, степоранный, более сложный, чем у человека. Корректнее, наверное, было бы говорить. Здесь вот есть одно неразвлечение, которое не нравится, я понимаю. Это развлечение между темпоральной системой высшего ранга и системой действия, деятельность, творящая систему. Творящая система – это вот момент в жизни, она творящая система. И философским понятием, которое мы называем эту систему. Вот. Поэтому здесь столько, когда я говорю, «ноумен жизнь», в данном случае «сюбень», я этим называю понятие, философское же, или я называю темпоральную систему. Да, вы что называете? Когда я рисую, что это вот то, что... Когда я пищеварение рисую, то есть я имею в виду реальное пищеварение «ноумен». Но есть слово еще «пищеварение», и понятие пищеварения, языковое. Поэтому, наверное, когда мы говорим, что вот у слова «пищеварение» темпоральность маленькая, и у единицы, просто, или двойки, пятерки, это тоже темпоральность маленькая, но они просто существуют, существуют, как элементы большого темпорального объекта языка, или математики. Если темпоральность была маленькая, то тогда бы по вашей логике мы их представляли как чисто. Нет, а я ответил на это. Почему мы просто расставили? Их темпоральность, они являются элементами не универсума целиком события, а универсума либо математики, либо универсума языка. И они в нем. То есть, у нас есть, скажем так, живет язык, живет математика, а все остальные развлечения внутренних. Нет, 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 нет. У нас есть уровень субъекта, вот здесь феномен, вот здесь номен. Так вот, есть большой номен, язык, большой номен, математика. Он живой, да. Он живой, да. Сложно сказать, только систем. Можно тебе поражать. Так вот, элемент, вот это число, а вот это вот понятие в языке, слово. Но оно не может быть там размещено, потому что элемент номена. Поэтому я... Ну, я, короче, сейчас придумаю. Я и говорю, что живет как бы... Живет жизнь, живет язык, живет банка. А единицы и пега лошадь, они не... Понятие пега лошадь, они не живут. Понятие пега лошадь. Нет, просто у нас... У Платона, допустим, было же... Было развлечение идей, как она есть у человека, и идей, как она есть у абсолюта. Ну, вот скажем, есть идея, да. То есть, скажем так, понятия отдельные и цифры, числа отдельные это элементы новыми нарушениями. Я-то вообще считаю, что, вот, применять здесь понятие идеи или понятие как этим высокотемпоральным объектом сложно. Вообще не корректно. Ну, а... Ну, а как иначе? Как и термин новыми, кстати. Дело в том, что с термином новыми... Новыми, он здесь обозначает только одну простую вещь. В чем он корректен? Только в одном. Он корректен в том, что омирь нашего субъекта он непосредственно не дан. Уму постигаемый. То есть, перевод. Ноумен, это умопостигаемый. Вот в этом смысле. То есть, в смысле и в смысле его даже. Здесь вопрос возникал такой, да, что у нас есть, значит, плохо то, что Кант использовал его как вещь в себе. Здесь не соответствует. Но в греческой традиции, да, ноумен, это умопостигаемое это нечто. Поэтому, если здесь назвать феноменом, то там ноуменом. Ну, поправку. Ну, здесь вот понятно. Ну, просто это все оставил с какого-то слова. Да, да, да. Это мощная отсылка Канту. А рот скажем, как Канту здесь не нужна совершенно. Можно сказать, что пространство это эпи-феномен, а время это эпи-ноумен. Может, такие слова придумать. То есть, то, что вне наумена организует ноумен и все, что организует феномен. То есть, само пространство не является феноменом, время не является науменом, но в нем организованы ноумены и феномены. Это ноумен, эпи-феномен. Но, опять же, такиеmilな слова. Ну, да, Да, вот у нас, то есть, когда мы говорим о понятиях, как именно, о понятии жизнь, как философском, это элемент языка, а когда мы говорим о новом мире жизни, или о темпоральной системе, творящей жизнь, которая по темпоральности больше нашего познающего субъекта, ну, здесь различать нужно, да, я согласен. Нет, ну, на самом деле, у вас есть же два различения, у вас есть различение по темпоральности, а второе различение по данности, да, то есть, либо дано чувственно, но в пространстве, либо дано во времени. Вот, на самом деле, наложение этих двух различий, оно вот так, как бы, неочевидно. Но здесь, здесь переход такой вот, действительно, неочевидный, а немножко эмпиричный. То есть, там был такой же переход, да, вот я есть субъект, у меня есть какая-то фиксированная сложность событийная, да, и я воспринимаю себя, вот, в мире, и вижу, что я двояко различаю что-то в мире. И вот этот переход нелогичный, а такой, я предполагаю, то, что меньше меня сложности, я различаю пространственно. То, что больше меня сложности, я различаю по времени, временно, мыслью. То есть, это вот этот переход... Тоже же во времени, правильно? Нет, пространство не во времени. Нет, пространство мне надо вот вот сейчас. То, что в пространстве, оно же тоже во времени. А, это, вот это очень сложный вопрос, вопрос движения. Но дело в том, что я различаю, я должен иметь уже время для того, чтобы различить движение феноменов в моем пространстве. А вот что такое движение, как его сформулировать в этой антологии, я не знаю. Я бьюсь над этим. Здесь есть проблемы, связанные с козырем тоже. Что такое расстояние в этой антологии? Вот почему одни объекты ближе, другие дальше? И что это значит, что звезда так далеко, а стул это близко? И что значит это движение? Это вот связанные такие вещи. То есть сказать, что просто это различено в пространстве, ну это что-то сказать. Но остается куча вопросов, которые... Сказать, это различено во времени, что я мыслю одну мысль, вторую, третью, четвертую, все тоже вроде понятно, но с другой стороны там тоже куча всего. Но тут мы приобрели, прежде всего, возможность говорить об уровнях субъекта, о телах субъекта, о смещении уровня субъекта и о познании, как способе восприятия номенов высшего порядка, которые включают в себя объекты, которые мы исследуем. То есть познали. Либо уровень абсолюта берется, либо уровень я, и хоть ты тресни, вот субъект, вот человек и все, и больше ты никуда не денешься, вот упираются в Бог. То есть вам сначала надо было подвигать вот эти вот понятия, сначала их как бы... Да, но с другой стороны, вот понятия, если бы я начинал рассказывать без предварительных натурфилософских, это было, наверное, невозможно. Хотя, может быть, наоборот, проще было, не знаю. Не знаю, то есть они как-то взаимосвязаны, конечно. Вот сейчас мы не произнесли ни одного натурфилософского представления, ну примеры только там. Ну, не знаю, как раз бы оказалось, что там натурфилософия есть. А вопрос еще такой следующий. А если у нас некоторая система роняет сложность, можно же понять такую величину, что в каждой системе сопоставить какую-то величину сложности? Если сложность ее падает, то означает, что рядом должна быть вторая система, у которой сложность растет? Закон сохранения сложности, что ли? Ну, это просто антропию. Здесь, во-первых, стоит говорить о уровне субъекта, который этого выделяет. Потому что, ну, понятно, что фиксирует на вот это субъект. Ну, у нас же сложность, я прочтал, сложность у нас получилась, что абсолютно как раз, зависимость от этого уровня субъекта. Она всегда либо растет, либо бывает для любого субъекта. Только, представляется, либо пространство, либо время... Ну, скорее всего... Нет, это должно быть так или нет, как вы считаете? Есть такой закон сохранения такой. Да. Другой закон сохранения есть, да? Да, но он един для темпоральной и пространственной сложности. Мы обычно наблюдаем только падение пространственной сложности, но при этом мы наблюдаем, что происходит с темпоральной сложностями. Ну, я тут здесь согласен. Нет, просто это интересно. Тогда вопрос, инвариантности чего в этой системе нужно соответствовать? Каждый закон сохранения, это за какой-то инвариантность. Например... Передвижение субъекта, что ли? Одномерность и резодоргность enzyme дают нам закон сохранения энергии, считается, в физике. За однородность и жизнедрофiędzy пространства закон сохранения импульса. А за однородность и средственным возрастом сохранение момента импульса. Вот вопрос тогда, если такой закон действительно соблюдается, то тогда для чего он будет? Однородность перемещения субъекта-поворона. Думаешь? Конечно. А она однородна? Данное релятивическое представление Одно родно получается Потому что вопросы субъекта могут быть Нужно подумать, я вот над этим тоже много думал Пока не знаю, решение Со сложностью Действительно здесь напрашивается Что если где-то Сложность терять Значит где-то она должна концентрироваться И наоборот Это совсем не обязательно, это так кажется Мы же понимаем, что импульс То есть МВ у нас сохраняется Во всех взаимодействиях А вот например скорость у нас С умо-скоростей не сохраняется Не сохраняется Может и со сложностью так Вопрос сложный Вопрос сложности сложный вопрос В этой антологии энергия не сохраняется В этой антологии энергия не сохраняется Не знаю Я для себя так Опыт свидетельствует Опыт не может свидетельствовать никак Опыт не свидетельствует никак Сохранение энергии то опыт свидетельствует о том, что локально в данном конкретном моменте сколько убыло, столько прибыло, но абсолютно, что осталось сохраненное количество энергии, опыт не может подтвердить никак. То есть мы не можем проверить, скажем, провести эксперимент сегодня, и замерив, вот сегодня столько-то джоури, да, провели через сто лет или там через год, и замерили, если у нас столько лучше. А абсолютное значение мы никак. То есть наш прибор, они все глиброваны так, что всегда покажут одинаковые отношения. Нековую эквивалентность они покажут. Но то, что энергия сохранилась, это не факт. Ну у нас это же просто берется замкнутая система, так называемая, считается не энергией, там не метрами. И говорится, что что-то никак не происходило. Ну, про локальное же и говорится. Да, про локальное. Но если мы приведем через год то же самое, оно так же замкнуто и сохранится. А абсолютное... А с другой стороны мы можем построить эту динамику этой системы, вот такая она будет идти, так ба-бац, ба-бац, ба-бац. Да, ну каждый прибор, который мы будем мерить, он будет так же меняться с этой системой, и всегда будет показывать одно и то же. Не, ну просто с энергией это сложность, а если энергия там убывает и возрастает, куда она девается? А энергия это эквивалент пересчета вот данного конкретного круга. Она не... вот она существует как эквивалент. А, то есть просто нету никакого абсолютного... То есть нет вообще никакого... То есть закон сохранения энергии говорит, что некие... в некоторых взаимодействиях всегда происходит с неким эквивалентным отношением. И другого не может быть. Вот эквивалент должен сохраниться. Эквивалент привязан к времени как-то. То есть мы вообще не брали... Это может быть некорректно. Это вообще ставить абсолютную некую позицию и говорить... Да, и при этом мы говорим, что энергия Вселенной должна сохраняться. Нет энергии Вселенной. Не может быть, потому что она ни во что не переходит. То есть это то, что внутри... Вот некие преобразования внутри, они происходят с сохранением некого эквивалента. А в сумме мы не можем это просуммировать. Мы не имеем права говорить, что есть энергия у Вселенной. У энергии Вселенной... Если бы она участвовала в каком-то процессе, тогда мы говорили бы. Вот была Вселенная одна, Вселенная два. Тогда мы могли бы соотнести потенциально к кинетическую энергию. В какой-то Вселенной одна... А вот еще раз тоже другой вопрос. Вот, например, у нас чай в стаканчичь с сахаром растворяется. Чай, вы видите, с сахаром в стаканчичь с чаем растворяется. Наоборот. И чай это, сахар, это. Он растворяется, 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 растворяется. Понятно, что такое. Трепия в данный момент возрастает. И у нас структура этой части с сахара становится проще. Да. Проще. Это построился, растворяется. Но где-то одна структура... Это означает, что его тепаральная структура одновременно будет сложнее. Я думаю, что в некоторой степени, дело в том, что, поскольку это процесс, и именно Козырев отмечал, что всегда только на процессе это происходит. Не на температуру зависит, не на какой-то силы. На процессе. Не важно, какой процесс. Процесс идет экоэнтрофия или энтропия. Но в любом случае всегда реагирует. Это значит, что идет перестройка темпоральной сложности. То есть, если ее система упрощается, то темпоральная сложность одновременно растет? Да. Она должна... И наоборот. Если темпоральная сложность как-то реализуется, то реализуется в пространстве. То есть, если возникает какую-то сложность пространственная, то значит, она реализовалась за счет темпоральности. Ну, закон со сравнением сложности. То, что мы попытались висеться... Вопрос только, как мерить темпоральную сложность. Но, в принципе, ее нужно мерить приборами Козырева. Я попытался дома... Создать это в штуке? Не, несколько. Да. То есть, несколько вариантов. Ну, один вариант у меня вроде получился. Я сейчас приду, еще дам попробую. А что, если это что? Крутильные весы? Крутильные весы. Элементарные крутильные весы я создал, да? И я повесил над компьютером. Да. Вот. И, ну, с вероятностью, процентов 80-90, может быть, случайно. Минут, а как процесс? Как они устроены, как вы вошли весы? Ну, просто болтаются с разными плечами. Я считаю, наверное, на веревке. Значит, эксперимент был такой. Я запускал на компьютере архивацию и разархивацию. И в момент переключения с архивации на разархивацию он включился в одну сторону и в другую. То есть, я... А без этого, без согласованного корпуса, без металлического балла? Без ничего, да. Ну, дело в том, что... С кауфки? Нет, дело в том, что если... А вот эти процессы на шоу архиве постоянно происходят? Вы чужели на... Если бы мы... То есть, если бы был какой-то сквозняк или тепловой, он одинаково влиял бы и в момент и архивации, и разархивации. И для процессора, для компьютера это один и тот же процесс. Да, конечно. Но и энтропийно это разные процессы. Архивация и разархивация. Да, конечно, конечно. Вот. И... Да, смотрите, какой вы интересный эксперимент. Вот. И в разные стороны. А, еще более. Как всегда... Да, и еще более. Я, поскольку владею этим самым рамками и лозой, определяю... Ну, всех прооперевлял, но... Я пробовал архивацию и разархивацию на рамках. Я рамках дома есть на компьютере, тоже различаю. Но, в данном случае, нечестный эксперимент. Мне нужно... Я был один, мне нужно, кто и уходить здесь, чтобы кто-то запускал. А вы принесите следующий раз все это делать. Рамки, хорошо. Ну, с рамки. Посмотрим на лозоход с настоящего. У меня к маманам ехал. Это Антоник. Каждый раз стоит. Я впервые обнаружил на даче у... Отец. Вот, приезжал мужик, значит, эту колонку нам нужно делать. И сказал, что вы вот здесь. Я говорю, да, а еще... Ну, с лозоходным листья. Я его нашел тут же. Николай, это про расстановки Хеллигера. Это же пространство... Да, я не знаю, сегодня я помню, что... Ой, давайте, потому что мне уже нужно ехать. Я сегодня уезжаю к себе в Масок, а я хочу на футбол успеть. Ну, хорошо. А сколько минут? Да ладно, это в следующем... Да, давайте еще раз. Тем более, это лучше, наверное, привязать, если я короткое сделаю, к трансферальному. Ну, давайте, да. Я тоже расскажу, как она... Какая-то штука удивительным образом объясняет... Ну, Хеллигер, получается, что это пространственная расстановка, да? А я раскручу и темпоральную. Да, у тебя есть некая неправильная структура, структура твоего рода. Ты видишь структуру. То есть, вопрос так вообще... Это у тебя получается, что отношения твоего роддедушки с прабабушкой влияют на твою собственную жизнь. Все эффекты, если посмотреть, это действительно некое структурирование либо пространства, то есть, преобразования, либо во время структурования, которое ты можешь различить его или не различить эту структуру, или сам построить, но зрительно. Я на глазу посмотрю, потому что надо... Я тоже давно собираюсь себе эту штуку соорудить. А там один в сети надо в этой штуке. Самый идеальный показатель. Ну, у меня где-то так и получилось там. Ну, понимаешь, я попробую спирит, но вообще он сработал. Сработал, да, интересный эксперимент с архивацией, да, из архивации. Продолжение следует... Продолжение следует...